В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. В Самаре полным ходом идет генеральная уборка. По поручению главы городской администрации Олега Фурсова, в этом году она стартовала значительно раньше обычного. С первых дней марта все возможные по погодным условиям работы развернулись во всех районах города. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин обратился к трудовым коллективам с призывом расширить сферу ответственности и привозить в порядок не только территории вокруг собственных учреждений, но и дополнительно закрепленные за ними участки. На Самарские улицы выходят не только трудовые коллективы, но и общественные организации, студенческие и просто молодежные брикады. С какой инициативой выступил молодежь Кировского района Самара в репортаже Анастасии Зубаревой. Масштабная уборка города в этом году началась раньше обычного. С каждым днем на уборку с остатками снега и мусором выходит все больше инициативных и ответственных самарцев. По поручению главы администрации работы ведутся ежедневно. В Кировском районе Самары активисты к задаче подошли с задором. Во всем районе объявлена молодежно-волонтерская акция «Сделаем Кировский район чище вместе». Студенты вузов, СУЗов и школ за грабли берутся с энтузиазмом. На помощь приходят и учащиеся из других районов города. Общими усилиями и работа идет быстрее. У нас молодое поколение, оно очень хорошее, очень отзывчивое. И вот все, что происходит, в принципе, и в Кировском районе, это благодаря молодежным инициативам наших ребят. Они предлагают всевозможные различные идеи, и мы как администрация не можем не взять как бы вот такое организаторство. Среди активистов Андрей Сидоничев. Грабли в его руках редкость, чаще футбольный мяч. В молодежном парламенте курируют спортивное направление. Но к делу уборки города подходит не менее серьезно. Молодой человек уверен, чистота и порядок на улицах – залог порядка в делах. Я жил не в Кировском районе, но я считаю, что чужих районов не бывает, потому что в любом случае мы бываем во всем городе, в любом районе живут наши друзья, может быть, те, с кем мы еще не знакомы, но потом еще познакомимся. Поэтому мы должны содержать чистоте и порядке весь город. С 28 марта в Самаре стартовали еженедельные субботники и средники. 11 апреля состоится Гагаринский субботник, а 18 апреля – общегородской, к участию в котором приглашаются все желающие. Алина Чемерис, Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События. По инициативе главы администрации Самара Олега Фурсова, раньше обычного в этом году стартовал и ямочный ремонт дорог. В первую очередь обращают внимание на те улицы, на которые поступают жалобы от автомобилистов. Сюда экстренно направляют бригады. Работают дорожники в ночное время, чтобы не создавать неудобства автомобилистам и чтобы раскаленный асфальт успел беспрепятственно застыть. Четкое соблюдение технологий – главное условие, чтобы не пришлось переделывать вновь. Качество работ постоянно контролируют. Результаты радуют и специалистов, и автомобилистов. Еще накануне по улице Магистральная водители ехали, лавируя между ямами. Сейчас это исправляют дорожные службы. Идет интенсивный аварийно-ямочный ремонт. Технология многоступенчатая. Она обеспечивает прочное сцепление литого асфальтобетона с дорожным полотном, чтобы отремонтированные участки дороги не разваливались на следующий день. Литая асфальтобетонная смесь производится на заводе, проходит контроль качества, необходимый согласно ГОСТу. Литая асфальтобетонная смесь укладывается при температуре смеси от 200 до 220 градусов по Цельсию. Данная температура позволяет обеспечить оптимальное сопряжение старого покрытия с литой смесью. Новый аварийно-ямочный ремонт идет по всему городу и в плановом порядке по обращениям горожан. Директор МП «Благоустройство» лично проверяет едва ли не каждый метр от ремонтированных улиц. Профессиональная заинтересованность переплетается с бытовым пониманием важности решения проблемы, потому что сам автолюбитель. По словам Олега Ивахина, вопрос качества ремонта стоит и на особом контроле у главы администрации Самары Олега Фурсова. Рейды по объектам ямочного ремонта постоянно в его рабочем графике. С Олегом Борисовичем неоднократно мы выезжали. Это был у нас выезд, когда была проблема по Южной дамбе, Южному мосту. Нареканий от прокуратуры и жителей становится меньше, отмечают в муниципальном предприятии. А главное – результаты работы, заметные самарским автомобилистам. Я каждый день езжу по улице Советской Армии на работу утром. Приятно, удивлен. Намного лучше стало качество ремонта. Так нормально, дорога хорошо ездишь, спокойно. Никаких неприятностей не бывает. Возросло количество ремонтируемых дорог. Уже в конце апреля при наступлении положительных температур планируют приступить к ремонту дорог картами и комплексному ремонту. Результатами очередной проверки директор МП «Благоустройство» остался доволен. На проблемном участке – пересечении улиц Советская Армия и Антонова Овсеенко, где проходят трамвайные пути от ремонтированной участки дороги в полном порядке. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. До 100 протоколов в день за неправильную парковку составляют инспекторы ДПС. В Самаре, тем не менее, уследить за всеми нарушителями сложно. Особенно, когда речь идет о площадках возле торговых центров, где часть мест отведена для автомобилей людей с ограниченными возможностями здоровья. Парковка рядом с одним из торговых центров в Самаре. Места рядом со входом отведены для автомобилей людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорят специально установленные знаки. Но многие водители их игнорируют. Сергей Татаринцев на инвалидности. Раз в неделю отправляется за покупками. Рассказывает, быстро припарковаться удается не всегда. Да все забито. Приходится искать где-нибудь на краю. Потому что шансов не... Если даже ты поставил на место, как положено, подъедут поближе, дверь не откроешь. Причем заявляет, я не водитель, я пассажир. Захлопывает дверь и уходит. Ситуация меняется лишь в присутствии инспекторов ДПС, с которым снова и снова приходится напоминать водителям о правилах дорожного движения. К борьбе за справедливость к ним присоединились и члены общественного движения «Молодая гвардия». Мы занимаемся тем, что формируем сознание у людей. Вот. И вот такими маленькими-маленькими победами мы меняем сознание людей, заставляем их думать по-другому, заботиться о тех, у кого возможности ограничены. Сами нарушители оправдываются. Никого обидеть не хотели, а знаков попросту не заметили. Просто заехал в потоке машин, грубо говоря. Поэтому как-то я следил больше за движением немножко, потому что здесь еще на входе идут люди. То есть, ну, пешеходы, среди пешеходов машина немножко проманеврировала, так сказать, и не обратила внимания на знак. Я просто очень редко пользуюсь этим магазином. Здесь так получилось, что чуть ли не первый раз приехала и не увидела сразу знак. Платой за невнимательность может стать составленный протокол. Штраф за подобные нарушения от 3 до 5 тысяч рублей. Отсюда вывод – быть вежливым дешевле. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Наркополицейские пополнили банк донорской крови региона на 20 литров, приняв участие во Всероссийском дне донора. Чтобы не отрывать оперативников и бойцов спецназа от работы, сотрудники станции переливания крови сами выехали в областное управление наркоконтроля. Дефицита донорской крови, по словам медиков, в городе и области сейчас нет. Все благодаря тому, что ее запасы постоянно пополняются. Особенно ценится кровь четвертой, самой редкой группы, как и любой другой с отрицательным резус-фактором. Прямо в здании управления наркоконтроля выехала мобильная бригада Самарской областной клинической станции переливания крови. Ежегодно участвую в сдаче крови. Считаю, что это очень нужное и важное дело, потому что от каждого зависит чья-то жизнь. Потребность такая существует, потому что там люди с онкологическими заболеваниями и другими, плюс еще аварии. И наши коллеги, так сказать, которые люди в погонах, им тоже требуется кровь. Ну и, конечно, это большой воспитательный момент именно в плане сотрудников нашего управления, когда вырабатывается именно гражданская позиция и социальная ответственность перед обществом. Без отрыва от работы кровь решили сдать около полусотни наркополицейских, оперативники, бойцы спецназа и кадровые сотрудники. Перед процедурой каждый прошел предварительный врачебный осмотр. Это в основном молодые и зрелые люди. Ежегодно они проходят углубленное медицинское обследование, диспансеризацию. Поэтому, когда они приходят сдавать кровь, это уже люди обследованные, здоровые. И вся кровь, которую они сдали, идет в работу. У каждого донора в среднем забирают по 450 миллилитров крови. Так по крупицам и набирается золотой запас жизненно необходимой жидкости. По словам специалистов, периодически становиться донором не только почетно, но и полезно для здоровья. Происходит обновление стволовых клеток, так сказать, все форменные элементы. После кровозачи обновляются. По полностью изменяется и вновь восстанавливается состав циркулирующей крови. Впереди у наркополицейских два дня на отдых и восстановление сил. Таковы правила. Стать донором и помочь нуждающимся может любой гражданин России. Достаточно предъявить паспорт и пройти предварительную врачебную комиссию. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Помогать полицейским нести их нелегкую службу могут и рядовые горожане, желающих стать дружинниками, обеспечат всем необходимым. Светоотражающими жилетами, красными повязками, страховкой на всякий случай. Начальник областного главка Сергей Солодовников встретился с представителями молодежных организаций. Среди них оказалось немало тех, кто тоже готов принять участие в обеспечении безопасности на улицах мегаполиса. Хоть карабинерами нас назовите, наша основная задача – защищать горожан. Начальник главка Сергей Солодовников продолжает свои встречи с общественностью. Ребята из молодежных студенческих организаций живо интересуются происходящим. Многие из них одновременно и учатся, и работают, но все равно готовы выкроить время и присоединиться к добровольным дружинам. Будут как-то поощряться ночные патрули, которые будут уже в свое ночное время, вместо того, чтобы поспать, будут патрулировать. В последний месяц добровольные дружины повсюду патрулируют улицы, выезжают с экипажами ГИБДД. Ловить пьяных и даже сносят незаконные киоски с сомнительным алкоголем. Не секрет, что дешевый алкоголь, часто под видом брендовых марок, он существенно влияет на здоровье населения. И примеров там масса, как у нас в стране, так и за рубежом. То есть эти истории с отравлениями ни для кого не секрет. По результатам нашей работы призываю студенчество активно включиться в формирование проекта «Народный контроль». Записаться в «Добровольную народную дружину» или в «Народный контроль» можно во всех полицейских участках. Активистов обучат, застрахуют, оденут в светоотражающие жилеты и отправят охранять улицы. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Тем временем в Самарском доме молодежи вручили юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны. В год 70-летия Победы их получат более 18 тысяч жителей региона. О преемственности поколений и благодарности молодежи к защитникам Родины. В репортаже Анастасии Зубаревой. Жди меня, я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят вручь желтые дожди. Жди, когда снега витут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Позабыл вчера. Когда началась война, Мария Шкинева только окончила 6 класс. Из школы и сразу на завод. До сих пор помнит, как промывала ледяным бензином подшипники на морозе. И еле сдерживая слезы, рассказывает о старшем брате, который ушел на фронт добровольцем, да так и не вернулся. Потому в День Победы всегда испытывает противоречивые чувства. И радость, и печаль. Живо, конечно, вспоминать все. Когда мы узнали это, встретились с мамой. И мы, конечно, плакали и радовались все. Поскольку у нас погиб брат, пошел добровольно. И остался в Топ-Болтаве. Таких, как Мария Шкинева, в Октябрьском районе Самары осталось немного, как и по всей России. Тем важнее уделять им как можно больше внимания. Вручение юбилейных медалей в честь Победы по поручению президента России Владимира Путин проходит по всей стране. В Самарском доме молодежи постарались создать камерную обстановку и окружить вниманием каждого пришедшего навстречу. Наша задача – постараться сделать так, чтобы ветеранам было максимально комфортно. Потому что мы осознаем, что тот подвиг, который они совершили во имя нашей жизни, его просто невозможно недооценить. Ветераны, здоровье которых не позволило прийти на награждение, без юбилейной медали не останутся. Волонтеры доставят их на дом, чтобы каждый участник войны и труженик тыла почувствовал, а его подвиги помнят. Анастасия Зубарева, Дмитрий Мешканцов. События. 14 единиц военной техники времен Великой Отечественной расположатся почти на 50 сотках земли. Проект презентовали в областном правительстве на совещании по созданию в Самаре парк-музей военной техники. По замыслу он должен быть построен к 2016 году в границах улиц Луначарского и Новосадовой возле фабрики кухни. Идею его создания в ноябре прошлого года предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн. На себя взял обязательство организовать доставку в Самару списанной военной техники, а городская администрация найти подходящую для музея площадку. Сейчас мы будем рассчитывать из той площади, которая уже определена под технику. Соответственно, сейчас я не могу сказать, что это будут танки, самолеты, самоходные установки или еще что. В зависимости от того, какая у нас площадь уже есть, соответственно, сейчас у нас нет конкретной расстановки. Но дальше уже, я думаю, что ближайшее совещание, через месяц мы уже поймем, какая техника будет находиться, в каком составе. Ну, расчет из 14 единиц. Найти, где находится новый парк, а также другие знаковые места в областной столице теперь будет проще. В Самаре началась установка информационных указателей для туристов. На них русским и английским текстом указано расстояние до ближайших достопримечательностей. Музей Самара Космическая, памятник Григорию Засикину, бункер Сталина. Всего в списке 50 указателей. Самара – настоящая находка для туриста. В областной столице десятки памятников, прекрасные парки, театры. В нашем городе есть, что посмотреть, уверены жители. Ну, наверное, Кривический музей, оперный театр, обязательно филармонию, конечно. Посоветовал бы, наверное, посетить музей Алабина, посмотреть потом, ну, думаю, Парк Победы. Можно было бы тоже посмотреть. А также можно по нашей набережной прогуляться. Здесь очень красиво, на самом деле. Театр, убирая балеты, сходить обязательно на Куйбышево площадь. Ну, можно и на Гагарина даже в парк. Чтобы гостям города было проще ориентироваться, уже сейчас устанавливают информационные указатели. В этом году в городе появится 50 таких табличек. Они разработаны в соответствии с рекомендациями Министерства культуры России. На каждом есть не только текст, но и специальный код. Если поднести к нему гаджет, он сразу загрузит интернет-сайт с информацией о конкретном памятнике. В настоящее время портал уже создан, портал Гоу Самара, который можно будет посмотреть, спланировать маршруты по территории города Самара. Данный портал будет многоязычным, он будет переводиться и также будет наполняться еще дополнительными сервисами, на которых можно будет забронировать гостиницу, купить билеты. Такие своеобразные туристические вехи-указатели – только первый этап подготовки. В чемпионату мира по футболу в Самаре будет создана целая система туристической навигации. Появятся мобильные гиды, указатели на английском языке, на фасадах домов и в общественном транспорте. Откроются информационные центры. Два уже появились – на железнодорожном вокзале и в аэропорту Курумыч. Еще два откроются на стадионе «Космос-арена». Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. Скажи алкоголю нет, готов к труду и обороне, хочешь быть таким – тренируйся. Призывы на советских плакатах на ближайшие три дня обосновались в Павловском государственном колледже вместе с выставкой Советы прошлого. Мариана Мирная продолжит. Старший курсник Александр Блогин – будущий компьютерный гений. И хоть рынок труда в этой сфере довольно широк, пока не решил, куда идти. И главное – как убедить работодателя в своей компетентности. Хорошо, что консультанты по юридическим и трудовым вопросам приехали прямо в колледж. У нас на уроках, на парах есть отдельный предмет по этому – эффективное поведение на рынке труда. Но на данный момент мне просто нужно освежить память и проконсультироваться. Все заново освежая память и уже смогу идти устраиваться на работу, либо идти на высшее учебное заведение. Можно много и абсолютно разных тем поднять в формате тренинговой формы взаимодействия. Когда мы собираем группу людей и там уже сначала как-то подготавливаем, так сказать, выстраиваем доверие с группой. И только тогда потихоньку, и то не все, ребята начинают открываться и действительно задают важные, актуальные для себя вопросы. А чтобы ребята в ожидании тренингов не скучали, представители Самарского дома молодежи разместили для них в коридорах выставку плакатов «Советы из прошлого». Как выяснилось, советы совсем не устарели и вполне актуальны и в наши дни. Как один из приветов прошлого – добровольные дружины. Новое движение нашло поддержку и у руководства, и у учащихся колледжа. Сегодня затрагивалась проблема организации добровольных народных дружин, которые, в общем-то, были в советское время, но затем в определенный период, в 90-е годы исчезли. Сейчас вновь на новом витке развития общество опять становится актуальным. Они и учебу осилят, и работу найдут по душе, и дружинникам помогут. Ведь сейчас у ребят самый возраст – пробовать себя во всем, чтобы потом не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Новости экономики смотрите прямо сейчас. А у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт самаргиз.рум. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самаргиз на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагиз. Центробанк предупреждает граждан о лжебанках. В последнее время их стало очень много. Особенно в регионах. По данным регулятора, такие организации предлагают различные программы по альтернативному кредитованию для приобретения автомобилей, квартир, земельных участков, товаров народного потребления и тому подобное. Причем проценты по таким программам существенно ниже ставок по банковским кредитам и микрофинансовым займам, а требований к заемщикам практически отсутствует. Но на самом деле до выдачи с суда гражданину предлагают заключить договор о предоставлении услуг на срок до 15 лет, внести так называемый регистрационный взнос в размере от 5 до 20% заемных средств, а также уплачивать ежемесячные платежи в счет погашения будущей задолженности. При этом количество необходимых платежей не устанавливается, а возврат их и регистрационного взноса не предусматривается. Центробанк утверждает, что такие организации вводят граждан в заблуждение и не стоит с ними работать. Вторые сутки в России работает новая платежная система. К ней были обязаны подключиться основные иностранные платежные системы – Visa и MasterCard. Граждан предупреждали о возможных сбоях при обслуживании банковских карт. Так вот, по наблюдениям за последние 24 часа выявлены задержки при переводе средств с карты на карту, долгое зачисление средств через терминал банка, невозможность получить наличные в банкомате и редкие случаи отказа в оплате покупок в магазине по карте. Подавляющее большинство опрошенных не заметило каких-либо изменений. Спрос туристов на туры по России в этом году бьет рекорд. Туроператоры фиксируют его увеличение в три раза. Почти настолько же вырос спрос и на пакетные туры, что ранее было совершенно не характерно для внутреннего туризма. Впрочем, эксперты турбизнеса отмечают, что доля пакетных туров, хотя и увеличится существенно, но все равно останется довольно скромной в общем объеме продаж. Поясняю, наши люди привыкли дикарями ездить. А на сегодня это все. Хороших выходных. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре открывается новая футбольная школа. Боксеры технического университета, призеры студенческого чемпионата. Тольяттинский гимнаст победил на международных соревнованиях. В Германии завершился 20-й международный кубок юниорских команд по гимнастике. За сборную России выступал тольяттинец Андрей Маколов. В личном зачете многоборья он одержал победу. В отдельных видах попал сразу в 4 финала. В опорном прыжке Маколов выиграл золото, в упражнениях на брусьях бронзу. Еще одну бронзу Андрей завоевал в командном первенстве. Три золотые медали завоевали боксеры технического университета на студенческом чемпионате страны. Чингис Натыров, Тагер Пердамов и Илья Кузнецов. В общем зачете сборная заняла второе место среди 47 вузов. Победу праздновали студенты столичного технического университета Сталии Сплавов. Футбольную карьеру в России теперь можно начать с трех лет. На стадионе «Локомотив» открылась футбольная школа «Юниор». Тренеры – специалисты крыльев Совета Федор и Дмитрий Еремины. По их мнению, именно в три года стоит отдавать ребенка в спорт. Тренировки помогут развить координацию, умение владеть мячом, воспитать лидерские качества. В группе 8 человек. Это позволит тренеру уделить должное внимание каждой будущей звезде футбола. У руководителей школы есть своя философия. Дети должны не только научиться играть, но и чувствовать себя счастливее после каждой тренировки. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Продолжение следует...